Жены против мужчин. Разговор, доказывающий, что женщины лгут, а мужчины свиньи. Короткая юмористическая аудиокнига. Автор Херонима Лопес Сальдевиле. Любое сходство с реальностью является чистым совпадением, любое сходство с текущими событиями, людьми или местами, живыми или нет, реальными или вымышленными, является простым совпадением и плодом разбушевавшегося воображения автора. Для достижения наилучших результатов используйте наушники, хотя это не является строго необходимым для получения удовольствия от просмотра контента. Давайте начнем. Дословная расшифровка разговора между случайной женщиной и случайным мужчиной в случайном ресторане, в любой точке мира, на первом свидании после спора о том, кто должен платить за ужин после третьей бутылки красного вина. Женщина лжет и делает это самым худшим способом, каким только можно лгать. Она делает это намеренно, с полным осознанием того, что делает, и с конечной целью вонзить дротик нам, мужчинам, в то место, где наши чувства ранят сильнее всего, чтобы потом радоваться тому, о чем даже она не знает, но от чего получает удовольствие. Мужчины — это свиньи, у которых на уме только одно, когда они приближаются к женщине, и это одно, доступ к нашему организму, только и исключительно, чтобы, достигнув его, они могли проверить выражение наших лиц, когда стены нашей крепости будут открыты, и сохранить этот образ в своем сознании как трофей, достигнутый благодаря их усилиям в работе. Люди рождены без чувств, а когда они их проявляют, то это не более чем кислый заменитель сахара, который притворяется сладким, но никогда не будет. Хорошим сахаром. Женщины лгут, потому что когда мы говорим им что-то, чего они никогда не поймут, первое, что приходит им в голову, конечно, я тебя понимаю, иначе кто бы еще понял, зная наверняка, как знаем мы, мужчины, что любой из наших друзей и даже знакомых в состоянии глубочайшего опьянения поймет столько же или больше, чем все они вместе взятые, работая целую неделю над смыслом такого простого понятия, как 2 плюс 2 равно 4. Мужчины, свиньи, потому что они любят секс больше, чем свою мать, а затем делают нас виновными в своих детских неврозах подавленных грехов, говоря, что все мы, презренные объекты, за исключением их матери, конечно, которая на самом деле виновата в том, что они такие свиньи, как они есть. Женщины гнусно лгут, когда говорят нам, что никто никогда не разговаривал со мной так, как вы, когда мы все знаем, что с тех пор, как женщина обрела сознание, с тех пор, как она начала пользоваться словом, с первых слов, она уже имеет опыт борьбы с натиском мужчин, которые говорят одно и то же 20 тысяч раз 20 тысячами разных способов. Мужчины, свиньи, потому что когда они заканчивают отношения, почти всегда из-за другой женщины, потому что они не знают, как быть одним, женщина плачет и открывает свое сердце своим друзьям, а затем, во исполнение благородных чувств, которые она питала, пишет поэму «Все мужчины, идиоты», душераздирающую поэму, которую мужчины с гордостью читают своим друзьям-идиотам, которые разочарованы не меньше, если не больше, чем сама автор, и которые, благодаря своему глубокому невежеству, никогда не поймут ее. Женщина лжет, когда говорит нам, что мы нужны им как поддержка и средство от несчастья их жизни, когда глубокое эго женщины настолько огромна, что способна ослепить любой проблеск чего-либо, кроме того, что они думают, эго настолько велико, что способна выдержать вес эго всех ее друзей, которые с фальшью и лицемерием, пытаясь исправить свои собственные беды, дают друг другу советы с целью разрушить эго друга, которому они пытаются помочь, ложные друзья, которые всегда будут советовать, что лучший бальзам – это деньги, драгоценности и роскошь за счет работы и усилий других. Мужчины – свиньи, потому что их волнует соотношение между качеством и количеством только после того, как они употребят продукт, а затем спросят мнение о новом купленном продукте у своих друзей, которые обязательно попросят достать им еще один такой же или похожий. Женщины лгут, когда говорят нам, что они были в таком-то и таком-то гольф-клубе или в таком-то и таком-то казино, когда мы все знаем, что если женщин чему-то и учили, так это образование, которое направлено на поиск мужа в качестве основной цели, и что они никогда не ступали в те места, которыми хвастаются по собственному почину. Мужчины – свиньи, потому что им не составляет труда забыть отношения, искать следующие, помнить о предыдущих, а через шесть месяцев после разрыва позвонить нам в четыре утра в субботу вечером голосом, означающим высшую степень пьянства, и сказать «Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты виноват в том, что разрушил мою жизнь, и что я никогда тебя за это не прощу. Но я хочу, чтобы вы знали, что я думаю, что мы можем попробовать еще раз». Женщина лжет, когда говорит, что когда она была моложе, тот или иной зрелый, высокопоставленный руководитель предложил ей выйти за него замуж и что она отказала ему, потому что всегда верила в чистую любовь, тогда как мы все знаем, что любовь для женщин – это капиталистическое изобретение удобства. Мужчины, свиньи, потому что если бы женщин спросили, каких трех животных мы хотели бы иметь? Ответ будет таким – норка в шкафу, ягуар в гараже и тигр в кровати. Но на самом деле у нас есть кролик в шкафу, жук в гараже и свинья в кровати, которая также спит как сурок, ведет себя как гиена и пахнет как скунс. Женщины лгут, когда говорят нам свой возраст, потому что существует четкая разница между тем, что они говорят, как они выглядят, какие они на самом деле и тем, какими мы их воспринимаем. Мужчины, свиньи, потому что мы созреваем быстрее и в 17 лет мы ведем себя как взрослые, а мужчины в этом возрасте все еще бегают за футбольным мячом, дерутся друг с другом и спорят о размерах в душе. Женщины лгут, когда говорят, что они натуральные блондинки, хотя все мы знаем, что такое бывает только в кино. Мужчины, свиньи, потому что если мы предпочитаем от получаса до трех четвертей подготовки для хорошего рагу, то они предпочитают от 30 до 45 секунд подготовки типа микроволновки, где, кроме того, отвезти нас домой, благодарно попрощаться, договориться о следующем свидании и рассказать нам сюжет фильма про блондинку, все это часть той же подготовки. Женщины лгут, потому что, когда они говорят «да», они имеют в виду «нет», когда они говорят «я не знаю», они не знают, что они говорят, и когда они говорят, что это нормально, это неправильно. Мужчины, свиньи, потому что они одеваются элегантно только в двух случаях, на свадьбу и похороны, где они не ищут ни радости и ликования первых, ни боли и чувств вторых, и, облаченные в свою элегантность, они стремятся иметь лишь спорадические отношения с любой хорошо одетой женщиной, кроме своей собственной. Женщина лжет, потому что, когда она говорит «иди домой с друзьями», повеселись, они предупреждают нас об эпохальной ругани за то, что мы пришли домой пьяными, и при этом имеют неосторожность напомнить нам о том, чего мы никогда не делали и не говорили, чтобы добиться того, что они уже намеревались сделать, прежде чем сказать нам «иди домой», «не волнуйся», я понимаю, то есть воспользоваться ситуацией, в которой мы всегда будем чувствовать себя виноватыми. Мужчины, свиньи, потому что в раздевалке мужчины говорят о трех вещах – деньгах, футболе и женщинах. Преувеличивать деньги, которых у них нет, показывать, что они и в половину не разбираются в футболе, как им кажется, и, прежде всего, придумывать истории о женщинах, которых они никогда не имели и тем более не знали. Женщины лгут, потому что они лгут себе, что их дети изменятся, когда у них будет первое причастие, или когда у них появится девушка, или когда они устроятся на работу. Мужчины, свиньи, потому что когда им случается вспомнить свадьбу, мы, женщины, говорим о церемонии и деталях, а они говорят и говорят только о мальчишнике, пьянках, банкете или о том, как невеста показала нижнее белье. Женщина лжет своей лучшей подруге с мужем, которого они делают любовником, чтобы лгать ему со своим. Мужчины-свиньи, потому что девочки любят играть, и когда им исполняется 11 или 12 лет, они теряют интерес к няням, в то время как мужчины никогда не освобождаются от своей одержимости игрушками, и по мере взросления они покупают их дороже и бесполезно, чтобы произвести на нас впечатление и притворяться с ними, иметь любовные отношения через материальные вещи. Женщины лгут о своей анатомии, потому что у них три руки, правая, левая и кисть для рисования. Мужчины-это свиньи, потому что если бы существовала теннисная модальность, в которой с каждой стороны корта была бы женщина перед мужчиной, модальность должна называться женским одиночным разрядом с препятствиями, где препятствием является мужчина-свинья, который будет смотреть только на короткую юбку своей соперницы. Женщина лжет, когда говорит, что думает, потому что у нее есть только четыре нерана, по одному на каждую плиту на плите, и если вы хотите сделать их счастливыми, вам просто нужно увеличить кухню, чтобы они чувствовали себя со свободой и собственным пространством. Мужчины-свиньи, потому что они называют себя умными со своим полумозгом, в котором есть место только для слова «секс». Женщины лгут, потому что разница между привлекательной колдуньей и отвратительной ведьмой – это пять лет брака. Мужчины-свиньи, потому что между двумя грузовиками, один из которых полон свиней, а другой полон мужчин, единственное различие между ними – это номерной знак автомобиля. Женщина лжет, потому что она приходит в вашу жизнь сильным, диким, зверским образом, как ураган, а затем уезжает с вашей машиной, вашим домом и вашими сбережениями, оставляя после себя только катастрофу. Мужчины-свиньи, потому что, когда им рассказывают анекдот, они смеются три раза, один раз, когда его рассказывают, один раз, когда его объясняют, и один раз, когда они понимают, что он имеет отношение к сексу. Женщины лгут, потому что, когда они говорят нам «сделай меня женщиной», единственное, что может сделать мужчина, чтобы буквально угодить им, это снять брюки и отдать их им на глажку. Мужчины-свиньи, потому что они выглядят так, будто только что вышли из бензоколонки. От ног до талии они говорят, что у них супер, от талии до шеи у них все нормально, а в голове у них в единственном нейроне неэтилированный секс, будучи все они, на самом деле, как бутылки пива, которые они пьют, от горлышка вверх они пустые. Женщины лгут, потому что их преподносят нам как поэтическую литературу, а на самом деле они подобны арифметическим правилам, которые складывают неприятности, вычитают счастье, умножают расходы и разделяют мнения. И кто, по-вашему, победит? Оставьте комментарий. Если вам понравился рассказ, поставьте мне лайк и посетите мой канал, где вы найдете большое разнообразие контента и где я буду выкладывать больше коротких юмористических аудиопник. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok